Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от Ай до Зет. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Крис Сквайер. Сын таксиста и секретарши Кристофер Рассел Эдвард Сквайер родился в Центральном Лондоне 4 марта 1948 года. Заниматься музыкой он начал в церковном, а потом и в школьном хоре, и эта практика дала ему понимание вокальной техники, пригодившейся в дальнейшей карьере. В 1964 году Криса выгнали из школы за слишком длинные волосы и упорное нежелание их подстригать, но 16-летнего подростка учеба уже мало заботила. Устроившись в магазин по продаже гитар, юный Сквайер использовал положенную работникам заведения скидку для покупки Рекенбакера 4001 модели, после чего на несколько месяцев завис в апартаментах своей подруги, где регулярно занимался с этим инструментом. Являясь ярым фанатом таких басистов, как Пол Маккартни и Джон Энтвистов, Крис развил собственный стиль и вскоре очутился в рядах ритм-блюзовой формации The Selves. Оттуда он вместе с Питером Бэнксом перебрался во взявшую курс на психоделику группу The Sin, а немного погодя вошел в состав Maybell Grill's Toy Shop, где познакомился с Джоном Андерсеном. Благодаря схожим увлечениям вокальными ансамблями типа Simon & Garfunkel и Association Крис и Джон быстро нашли общий язык и в 1968 году сколотили совместную команду Yes. Впоследствии коллектив стал одним из столпов британского прогрессива, а Сквайер оказался единственным участником, присутствовавшим на всех альбомах группы. Игра басиста отмечалась как агрессивная, динамичная и мелодичная, причем Крис часто использовал инструмент как ведущий. Кроме того, в первые годы существования Yes. Сквайера, уже прошедшего через знакомство с ЛСД, отличал от коллег дух свободы. Например, он любил гонять на запредельных скоростях и когда спешил на концерт, давил газ до отказа, чем вводил в панику опасливого Бруфорда. Однажды Крис даже уснул за рулем и только по счастливой случайности инцидент кончился благополучно, если не считать полученной водителем взбучки от пассажиров. Когда в середине 70-х группа приостановила свою деятельность, ее участники занялись записью сольных пластинок и Сквайер также не применил воспользоваться моментом. В создании программы Fish Out of Water ему помогли друг юности клавишник Эндрю Джекман, с которым басист играл в Селфс и Син, а также коллеги по основной команде Билл Бруфорд и Патрик Мораз. Так что работа звучала как потерянный альбом Yes. Тем более, что голос Криса очень походил на вокал Джона, что особенно было заметно в открывашке Hold Out Your Hand. Появившийся в продаже осенью 1975-го, сольник имел средний коммерческий успех и занял 25-ю позицию в британских чартах и 69-ю в американских. В начале 80-х, когда его основная команда опять отсутствовала на сцене, Сквайер вместе с барабанщиком Алланом Уайтом и гитаристом Джимми Пейджем основал краткосрочный проект XYZ. Троица записала ряд демок в домашней студии Криса, но официально никакой материал не публиковала и немного погодя разбежалась в разные стороны. Сквайер и Уайтс вскоре начали трудиться с Тони Кэем и Тревором Рэйбином под маркой синего, но когда к их компании присоединился Андерсон, вывеску поменяли на Yes, а сложившийся состав выпустил альбом 90125. Среди других сторонних дел Криса были созданная во второй половине 80-х группа его тогдашней жены Ники, Esquire, появившийся в нулевых совместный проект с Билли Шервудом, Conspiracy, а также более поздняя кооперация с другим гитаристом Стивом Хакетом, Сквакет. Кроме того, в 2007 году музыкант решил обратиться к своим корням и при участии хористов записал рождественскую пластинку Chris Squire Swiss Squire. В мае 2015 у Squire диагностировали острый лейкоз и уже спустя месяц болезнь свела его в могилу. Крис имел прозвище Fish, во-первых, потому что он родился под знаком рыб, а во-вторых, потому что любил подолгу плескаться в ванной. Кстати, его кличка была обыграна в названии сольника Fish Out of Water. Продолжение следует...